добрый день уважаемые подписчики и зрители моего канала сегодня мы возвращаемся опять к церквям или преобразователем волновой энергии я смотрел церкви расположены в тульской области по течению реки упа до того места где она впадает ваку все здания выполнены из красного кирпича практически по одному типовому проекту все они состоят практически из двух частей одна больше напоминает конус а вторая как бы полу между этими двумя частями практически везде мы видим пристройку называют ее трапезной огромное количество отснятого материала вы можете найти на канале неофициальная история это мой сокурсник вадим и на канале артема войтенкова познавательное телевидение ссылки на их каналы в описании они проделали огромную работу систематизируя данное строение а это современное использование церкви по назначению зачем надо было строить такое количество подобных зданий по всей территории конечно же думали о верующих которые будут впоследствии посещать эти здания только в большинство из них почему-то перестали ходить не все здания подобного типа находится на балансе рпц почему же русская православная церковь до сих пор не установила все здания расположены в тульской области и они остаются заброшенной области и они остаются заброшенными до сих пор я смотрел такие же здания на территории соседних областей калужской орловской рязанской липецкой везде почти одно и то же хруины технических сооружений брошены на произвол в германии тоже очень много подобных сооружений но их используют для современных нужд 5g связи вышки расположены недалеко друг от друга и видны на горизонте металлические каркасы находятся во всех подобных зданиях где бы они ни находились это рисунок проекта церковь техническая типовая многофункциональная установка состоит из двух основных частей рупорная антенна слева купольная антенна справа между ними пристройка современная трапезная перед вами рупорная антенна в разрезе со всеми ее частями это купольная антенна в разрезе теперь мы попробуем сопоставить эти два чертежа на чертеж так называемой церкви вот что мы увидим как обычно это случайное совпадение это страница из учебника по радиотехнике издание середины шестидесятых годов радиовышки расположены на определенном расстоянии вещая от одной другой точно также мы видим все церкви на картах которые стоят на определенном расстоянии друг от друга человеческое ухо является антенной принимающий различные виды волн каждый живой организм может как излучать так и принимать электромагнитные волны я не рассказываю вам ничего нового все это было доказано в начале 20 века инженером лоховским главный вывод так называемые церкви не являлись молебенными домами для верующих в библейский проект ватикана под другим углом используя техническое мышление нам отчетливо заметно но многофункциональное техническое предназначение этих зданий главная функция церкви это преобразование различных видов энергии микрофон служит для преобразования звуковых волн в электрические колебания для этого нужна лишь мембрана все это в наших учебниках с детства нам твердят что железо тонет в воде но все корабли ходят по морю камень тонет в воде но бетонные корабли держатся на воде их строили железо является электропроводником но какой вид энергии мог проводить камень и кирпич церкви построен из этого материала неспроста они знают об этом но не расскажут ну что ж зрители делайте ваши выводы сами самостоятельно благодарю вас за просмотр ставьте лайки подписывайтесь на канал пишите ваши комментарии пока 2 3 4 4 5 6 rejoice 5 6 5 6 6 7